25-летие в этом году исполнилось психологической службе в СИН России. Пенитенциарная психология направлена на работу с осужденными, преступившими закон людьми, среди которых встречаются и особо опасные преступники. О системе работы пенитенциарных психологов с осужденными мы расскажем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Ирина Васильевна Сучкова, заместитель начальника межрегионального отдела психологической работы Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю. Здравствуйте. Наверное, для начала стоит рассказать нашим телезрителям, что же это за такая психология с таким сложным названием. Конечно, на слух воспринимается очень сложно, но это слово имеет латинские корни и буквально в дословном переводе означает «исправительный». То есть в целом можно нашу систему уголовно-исполнительную назвать «исправительной» системой, потому что основная задача, которая лежит перед сотрудниками, перед представителем, вообще перед уголовно-исполнительной системой как государственным институтом, это исправление осужденных. И получив, скажем так, в свои стены лицо, приступившее закон, сделать максимум возможного для того, чтобы в последующем, выйдя за пределы исправительного учреждения, данный человек смог успешно адаптироваться, смог успешно влиться в ряды, скажем так, простых граждан, законопослушных и, собственно, полноценных в социальном плане. То есть это и есть основная цель вашей работы? Конечно, да. Ну, насколько я понимаю, конечно, специфика – это достаточно серьезная. Да, соглашусь. Подготовка, вообще эта профессия требует особой подготовки. И не каждый, мне кажется, человек, не каждый психолог может освоить эту систему работы. Наверное, это все-таки призвание. Как вы попали в эту профессию? Я попала в эту профессию уже очень давно. В первую очередь, в силу, наверное, своего молодого в то время возраста меня увлекла именно такая, скажем так, ее закрытость и неизвестность. То есть преступник – это слово всегда каким-то нимбом таинственности у нас облекалось. И мне хотелось сначала узнать, что же толкает человека на преступление, как он себя ведет в местах лишения свободы, как на него влияют условия изоляции. Собственно, вот это такое любопытство, это такой профессиональный интерес, даже не профессиональный, а именно психологический интерес к этому явлению социальному, он, собственно, меня и подтолкнул к выбору этой профессии и этого ремесла. Вот о чем я, конечно, на сегодняшний день, естественно, и рада, признательна, потому что именно благодаря этому своему решению я смогла сформироваться и как специалист, и как психолог. Как проходит ваш рабочий день? Каждый ли день вы работаете с людьми, которые находятся в местах лишения свободы? Вот у нас на сегодняшний день штат психологов Приморского края составляет 76 человек, достаточно большое количество людей, из которых порядка 70, то есть около 100%, ежедневно работают с осужденными. Я могу сказать даже больше, что в некоторых учреждениях у психолога нет даже места за пределами, нет помещения, нет кабинета за пределами исправительного учреждения. То есть он всегда находится в открытом доступе для работы как с личным составом, так и с осужденным. И осужденный может обратиться за помощью и получить ее в те рабочие периоды, в то рабочее время, в которое психолог находится на своем рабочем месте. А вы помните свой первый опыт общения с человеком, приступивший закон? Волновались ли? Помню это первое общение. Оно было, опять же повторюсь, наверное, мое представление на тот период о мире криминала, о мире, скажем так, изоляции, оно было сформировано в большей степени по фильмам, по каким-то книжкам. И моя, скажем так, позиция такая профессиональная, она была больше направлена на удовлетворение этого любопытства. Так ли я представляла себе этот мир, каким он предстает на самом деле. И, собственно, на уровне любопытства и строилось это общение. Почему? Что заставило? Что явилось предпосылками того, что вы оказались здесь? На каком этапе своего жизненного пути произошла та, скажем так, развилка, в которой вы пошли не по той дороге? И возможно ли вернуться на ту развилку для того, чтобы повторить в правильном, в нужном русле это движение? Вот, собственно, в этом и состояла первая беседа. И, собственно, в этом, я даже скажу, не первая беседа, в течение первых двух-трех лет именно этот интерес двигал мною в работе с осужденным. Но ведь я уверена, что в большинстве случаев не сразу люди идут на контакт. Есть категория, которая, может быть, даже и никогда не пойдет на контакт в силу своих каких-то личностных установок, в силу своих статусов. Есть осужденные, которые готовы пойти на контакт только после того, как они получат какую-то внутреннюю убежденность в том, что этот человек, с которым можно разговаривать, который выслушает, который не побежит тут же об этом кому-то рассказывать. То есть при наличии этики, соблюдения этики, любой психолог, который приходит работать на, скажем так, на эту ниву, на это направление, он сможет свою такую целевую аудиторию сформировать легко. Потому что самое главное человеку, который находится в местах лишения свободы, это получить поддержку и понимание, чего он длительное время, находясь под следствием, находясь под подозрением, был лишен. К сожалению или к счастью, абсолютно каждый человек, каким бы преступным опытом он ни обладал, нуждается именно в этом понимании, в этом человеческом отношении. На чем, собственно, и строит в основном свою работу психолог. В любом случае, работа абсолютно любого психолога, действительно, вы сейчас это произнесли, дать возможность человеку открыться, рассказать о своих проблемах, поделиться чем-то, что ему мешает в жизни. Безусловно, одна из таких задач стоит и у вас. Но мне кажется, что здесь все достаточно сложно, гораздо сложнее, чем когда это встреча вне таких мест, в которых работаете вы. Вот какова все-таки, можете ли вы перечислить такие основные пункты, которые, может быть, радикально отличаются от работы психолога за стенами этих заведений и в них? Ну, скажем так, начну со следующего, что в первую очередь мы выполняем, конечно, задачу государства, которая заинтересована в безопасности своих граждан, в защите своих граждан, в их здоровье. И, собственно, изолируя людей, преступивших закон, нарушивших закон, они эту функцию, государство эту функцию выполняет. И мы в этом отношении идем в ногу с государством. Естественно, первая наша основная задача – это обеспечить исправительный процесс, обеспечить его эффективность в силу имеющихся у нас профессиональных возможностей. И основная задача, основная особенность, которая отличает пенитенциарного психолога – это, конечно, сопровождение на первых этапах помещения подследственного, осужденного в места лишения свободы. Для каждого человека это очень сложная ситуация. Например, впервые он судим, ранее отбывал наказание, либо он уже имеет достаточно большой опыт совершения преступлений и отбывания в местах лишения свободы. Помещение в места изоляции – это огромный стресс для любого человека. И специфика именно психологической работы – это организация сопровождения именно на этом этапе, чтобы у человека не возникло никаких мыслей, связанных с суицидом, с чиновредительством, с желанием навредить себе, либо с желанием навредить ближнему, тем самым разрядив какие-то свои агрессивные импульсы. И психолог, встречая, скажем так, наряду с врачами, психолог, наверное, один из первых людей, который встречает осужденного подследственного в исправительном учреждении. И, собственно, его задача – снять это состояние, оказать посильную помощь в его нейтрализации, организовать, скажем так, планомерное сопровождение этого человека, для того, чтобы его состояние, если не удалось стабилизировать на этапе, скажем так, первой встречи, составить такой распорядок встреч, который позволит достичь наиболее эффективного результата и адаптировать человека к условиям изоляции. Вот это одна функция. Вторая функция, которая отличает все-таки психолога от других, пенитенциарного психолога от других коллег, скажем так, по психологии, это все-таки такая задача, как ресоциализация. Человек приходит в исправительное учреждение, у него за плечами имеется криминальный опыт. Здесь, находясь в местах лишения свободы, среди таких же, скажем так, криминально достаточно активных людей, он приобретает этот опыт еще больше, обогащает. И задача, конечно, и государственная, и наша в лице государства – это в меньшей степени, скажем так, в большей степени снизить этот эффект криминализации. И процесс, который возглавляет психолог наряду с социальным работником, это подготовка осужденного к освобождению. Это как ему себя вести с работодателем, как ему составлять резюме, как ему, скажем так, уметь контролировать свои эмоции, потому что наряду с состоянием эйфории, ожиданием свободы, каждый осужденный в 100% случаях, не побоюсь этого, скажем так, обобщения, испытывать некий страх и тревогу, как оно там все получится, как у него, насколько успешно ему получится адаптироваться и принять те условия, изменившиеся условия. Вот сидит и 20 лет, 30 лет. У нас век технического прогресса все меняется, они, конечно, из-за стен отдельные отголоски этого слышат, но страх присутствует абсолютно у каждого. И, конечно же, вот этот момент, один из ведущих в практике пенитенциарного психолога. Кроме того, хотела бы тоже на этом заострить внимание, в ряде случаев в места лишения свободы люди попадают в силу каких-то своих личностных особенностей. Повышенная внушаемость, послушал кого-то, за кем-то пошел. Нездержанность, неумение владеть своими эмоциями, низкий волевой самоконтроль. Либо у него отсутствуют какие-то зрелые представления о жизни, какая-то такая инфалентильность, эмоциональная незрелость. И это все, собственно, и поле для деятельности психолога. Собственно, вот такое личностное воздействие на те дефекты, может быть, воспитания, дефекты развития, которые могут быть подвергнуты коррекции психолога, это вот тоже цель нашего воздействия, которое, собственно, имеет своим результатом эффективное, скажем так, освобождение, успешное освобождение без повторного осуждения. Бывало ли такое, что приходилось и после освобождения человека из мест лишения свободы какую-то психологическую помощь оказывать? Может быть, обращались к вам за помощью? В моей практике таких случаев не было, но я знаю, что такие случаи бывают, и они присутствуют в уголовно-исполнительных инспекциях, когда человек наблюдается, значит, у психологов, там у нас тоже институт психологов введен, очень интересное направление, потому что там отбывают наказание осужденной без изоляции от общества. И, собственно, в отношении этой категории у психолога больше возможностей и больше полномочий. Это привлечение каких-то сторонних организаций, привлечение каких-то, если это речь идет о несовершеннолетних, привлечение каких-то образовательных, каких-то, скажем так, вот у нас на сегодняшний день очень интересное сотрудничество с Парусом Надежды, где подростки наши, находящиеся на учете в инспекции, проходят периодически тренинговую работу, тренинги личностного роста и различные такие психокоррекционные мероприятия, которые адаптируют их к современным условиям, к современным реалиям. Какие-то случаи особенно серьезные бывали ли у вас в практике? Я имею в виду сейчас, конечно, общение с особо опасными преступниками, потому что преступник преступнику рознь. И бывают из ряда вон выходящие случаи, это какие-то серьезные нарушения психики и так далее. Вот приходилось ли вам с таким сталкиваться? Да, это случаи в пенитенциарной практике достаточно распространены. На сегодняшний день порядка 25-30% всех лиц, содержащихся в местах лишения свободы, это лица с психическими аномалиями. Их поведение труднопредсказуемо и очень сложно порой проводить работу, направленную на какую-то коррекцию их поведения, потому что на самом деле в основном это медикаментозная поддержка, это лечение, которое они получают и которое относительно гасит их вот такую психическую продукцию неадекватную. Но психиатры всегда работают в содействии с психологом. Обязательно психолог, скажем так, обязательно психолог находится в постоянном контакте с таким осужденным. Он обязательно должен понимать, когда тот находится в периоде ремиссии, и с ним можно построить адекватный диалог, с ним можно выстроить адекватную такую вот коррекционную работу. Таких у нас особо опасных, вот психические, скажем так, имеющих психические отклонения, психологов берегут, конечно. Они находятся под особым контролем, под особым наблюдением. Но в период ремиссии, конечно, эта работа проводится. Среди случаев, вот, скажем так, так возмущающих своим цинизмом, своей жестокостью, я не буду, конечно, говорить там точные какие-то координаты в общих чертах. Таких случаев очень много. Вот, скажем, если мы берем женскую преступность, очень много жутких случаев, связанных именно с детьми. Был такой у нас прецедент, когда получила срок женщина, которая вывела детей 4 и 5 лет в поле зимой и оставила их там, сказала им ее ждать. Дети, естественно, замерзли. Значит, прошла зима, все это время женщина получала пособие. О том, что они погибли, как бы вот об этом узнали только весной. Ни раскаяния, ни какого-то сочувствия, ни какой-то оценки адекватной этому поступку женщина, к сожалению, не дала. Она была абсолютно убеждена в том, что у нее другого выхода не было, и что это государство виновата в том, что оно не поддерживает таких матерей, которые не могут самостоятельно обеспечить своих детей, и им приходится таким образом решать свои семейные проблемы. Это вот один такой жуткий, на мой взгляд, вопиющий случай. Также категории вот таких вот, скажем так, случаев, заставляющих вот немножечко задуматься о смысле вообще слова «человек», о смысле вот его нравственной составляющей. Когда речь у нас получила суждение, получил срок, достаточно большой срок, строгий режим, за то, что на почве ссоры убил любимую девушку, расчленил ее, спрятал все эти останки. Длительное время проводилось следствие, которое он тщательно уверял в том, что никакого отношения к пропаже близкого друга, близкого человека он не имеет. При этом потом, когда все-таки обстоятельства вскрылись, с каким цинизмом все-таки шла речь о том, насколько это было просто, легко и, ну, как бы, ну, так не пришлось сделать. Да. В случае тоже, в случае, заставляющие немножечко, как бы, вот задуматься о себе, о своих близких, кредиты, большие кредиты у осужденного, он не нашел ничего лучшего, кроме как поджечь себя, поджечь семью, для того, чтобы избавиться от долговых обязательств. Сам выжил, все остальные погибли. То есть, то, что происходит на сегодняшний день в современном обществе, это заставляет задуматься, вообще заставляет задуматься в первую очередь о том, как формировать свою семью, как воспитывать своих детей. Это вот такие базовые вещи, на которые в первую очередь хочется обратить внимание, когда сталкиваешься вот с такими случаями в практике. А мы продолжаем наш разговор. Ирина Васильевна, я знаю, что вы также хотели поговорить, привести примеры случаев с незащищенной категорией. Да, к сожалению, есть и такая, скажем так, я бы поделила в своей практике случаи, скажем так, организации психологического сопровождения, она, случаи вот такие вот циничные, когда у человека отсутствует как бы вот представление о нравственности, о ценности человеческой жизни. И случаи, которые, вот они возмущают, просто не то, чтобы возмущают, они дают понять, насколько незащищен человек перед обществом, и насколько иногда это общество его подводит. У нас случай с несовершеннолетним, который, не буду вдаваться в подробности, какое преступление он совершил, да, это было у него повторное преступление, он ранее находился на учете в УИИ, уголовно-исполнительной инспекции, но тем не менее он совершил еще одно преступление, оказался в местах лишения свободы. Семья его категорически отвергла. То есть на сегодняшний день ему вот исполняется 18 лет, и у него подходит срок освобождения. Но он остается абсолютно незащищенным ни перед этой жизнью взрослой, ни перед какими-то трудностями, с которыми он столкнется, потому что семья отвернулась. Социальные службы на сегодняшний день ему помощь, поддержку оказать никакую не смогут в силу того, что он имеет семью, имеет родителей, имеет как бы вот все необходимые для социального взросления, для социальной адаптации все элементы. И вот на сегодняшний день руководство учреждения испытывает значительные, скажем так, сомнения относительно успешности этого человека. Такие же ситуации сталкиваются, я вот не зря озвучила, в числе тех, скажем так, личностных особенностей, на которые направлена работа психологов. Вот такую вот незрелость, абсолютную незрелость, инфантильность людей. Когда они на свою жилплощадь приглашают несчастных, с их точки зрения женщины бездоленных, давая им кровь, давая им какой-то вот уют, а женщины, пользуясь этим случаями, используя несовершеннолетних детей, вот этих людей в итоге в места лишения свободы отправляют. И чаще всего такие случаи не подтвердить, не опровергнуть, ну, скорее всего, их осуждают. Их осуждают, потом все-таки истинные намерения выявляются, о том, что человек специально к этому подталкивали, если бы он отказался от жилплощади, он, может быть, бы и не оказался судимым. То есть вот такие, скажем так, случаи, которые вызывают, с одной стороны, жалость, с другой стороны, потребность, человек должен всегда оставаться, как бы вот, не то чтобы эгоистом, он должен всегда свои интересы соблюдать, он всегда должен их отстаивать и как минимум понимать, когда на его интересы осуществляется серьезное покушение, потому что при наличии таких основательных намерений это покушение может закончиться вот местами лишения свободы. Ирина Васильевна, я также знаю, что вы являетесь, если правильно сейчас назову, психологом-переговорщиком. Скажем, назову более корректно, я занимаюсь подготовкой переговорщиков, потому что вот у нас в современном, скажем так, переговорном процессе психолог это выполняет роль сопровождающую, консультирующую, а все-таки переговорщики, это, как правило, сотрудники, занимающие более, скажем так, это сотрудники режимных служб, сотрудники оперативных служб, сотрудники воспитательных служб, которые находятся с осужденными, чаще в более таком пенитенциарном контакте. Ты осужденный, я сотрудник. Если у нас эта грань, нам надо установить контакт, и для того, чтобы установить контакт, мы иногда выступаем в позиции сострадательной, сопереживательной, в позиции, которая именно расположит человека, то в статусе переговорщика эта позиция неуместна, и она, скажем так, разрушительна для переговорного процесса. Поэтому здесь уже задействуются те службы, которые, собственно, выполняют функцию пенитенциарного сотрудника. И наша задача — наделить их необходимыми, скажем так, необходимым речевым запасом, необходимыми навыками, необходимыми поведенческими реакциями, которые помогут в ситуации ведения переговоров обеспечить их максимальную эффективность. У нас два варианта развития этих событий, как правило, как показывает практика предыдущих чрезвычайных происшествий. Это когда переговорщик должен убедить преступников освободить заложников, либо прекратить преступные действия, либо когда переговорщики должны тянуть время для того, чтобы был подготовлен силовой захват, и преступные действия были пресечены силовым методом. Вам приходилось работать в таких ситуациях? В моей практике такого опыта к счастью не было, да, к счастью. Но сопровождать эти процессы приходится достаточно часто, потому что ситуация, особенно если это какие-то тактика, специальные учения, она хоть и игровая, но она, естественно, приближена к реальной. Люди теряются, люди не знают, с какими словами обращаться, потому что очень часто это, даже в игровой форме, это прокручиваются провокационные такие ситуации, когда проговариваются угрозы, когда проговариваются какие-то неприятные для сотрудника оскорбительные высказывания. И в этой ситуации он должен продемонстрировать максимум хладнокровия, максимум выдержки, максимум способности провести диалог в том режиме, чтобы он был эффективным. Считается, что некоторые люди в местах лишения свободы также обладают определенными психологическими навыками. Случалось ли вам поработать с такой ситуацией, когда человек пытался вам навязать какое-то свое мнение, может быть, надавить на вас психологически? Сразу ли вы это разбираете? Вы знаете, одним из базовых тренингов, в котором мы подключаем молодых сотрудников, это тренинг антиманипулятивного общения, потому что осужденный, это какой бы он не был позитивно настроен в отношении администрации, какой бы он не был вставший на законопослушный путь, все равно каждый человек в местах лишения свободы хочет для себя извлечь какую-то выгоду в силу того, что они изолированы от общества, в силу того, что у них какие-то блага жизненные, их достигают в меньшей степени, в значительно меньшей степени, нежели тех людей, которые находятся за пределами изоляции. Поэтому они, конечно же, всегда провоцируют на какие-то бонусы, на какие-то преимущества для себя, начиная от того, что вот мне ручку дайте, вы мне бумаги дайте, мне написать письмо надо, вот у меня мама больная, вот если вы мне дайте чай, сигареты, и я покурю, попью и успокоюсь. То есть такие провокационные факты случаются, но об этом предупреждают сразу, об этом предупреждают молодого психолога, только зашедшего, скажем так, в исправительное учреждение, что первое, чему ты будешь подвержен, это провокации со стороны осужденного. Будут смотреть, насколько, что можно от тебя получить, какую выгоду извлечь из общения с тобой. Вот, как только осужденный убеждается в том, что с психологом он сможет получить только психологическую помощь, психологическое сопровождение, поддержку, и не более того, никаких нематериальных благ, ни послаблений режима. Сразу же эти все, скажем так, попытки прекращаются. Они тоже люди очень грамотные, они психологи не в меньшей степени, чем мы, они изучают людей очень быстро, они очень быстро схватывают характер, они очень быстро схватывают какие-то тонкости, скажем, линии защиты, они очень быстро понимают уязвимые места у сотрудника, у человека. И, конечно же, для извлечения выгоды они этим пытаются пользоваться. То есть вам еще приходится, конечно, быть постоянно на чеку? Да, конечно, на чеку надо быть постоянно, потому что, опять же, среди них, как мы уже говорили, достаточно большой процент лиц с психическими аномалиями, поэтому на чеку это наше ведущее состояние. Как бы ты ни пытался войти в контакт, как бы ты ни пытался добиться каких-то позитивных для себя, для учреждения целей, как бы ты ни пытался прекратить какие-то деструктивные поступки со стороны осужденного, всегда должен быть настороже, потому что это все-таки категория социально опасная. Ирина Васильевна, нам, к сожалению, пора заканчивать наш разговор. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам, и поделились, можно сказать, секретами своей работы. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом.